Сегодня приготовим три вида картошки, запеченной в духовке. Первый приготовим картошку с домашней колбасой. Такая картошка это отличная альтернатива картофелю фри. Готовится она очень просто, а получается необычайно вкусной и ароматной. Полтора килограмма уже очищенного картофеля нарезаем небольшими кусочками. Порезанный картофель перекладываем в кастрюлю и заливаем водой. Кастрюлю ставим на огонь, картошку солим и доводим до кипения. Пока закипает картофель, полкилограмма домашней колбасы нарезаем кусочками. Противень для запекания смазываем подсолнечным маслом. Как только картофель закипел, сразу же снимаем его с огня и сливаем в воду. Картофель выкладываем на подготовленный противень. Картошку перчим, посыпаем молотой сладкой паприкой. И сюда же выдавливаем два зубчика чеснока через пресс. Картофель перемешиваем ложкой, чтобы равномерно распределились приправы. На картошку выкладываем нарезанную колбаску. Противень с картофелем ставим в разогретую духовку до 200 градусов. Запекаем примерно 40 минут. Если в духовке есть гриль, то последние 5 минут можно запечь под грилем на максимальной температуре. Картошка получилась мягкая внутри и хрустящая снаружи, а особый аромат и вкус придает ей домашняя колбаска. Второй переготовим картошку в духовке с курицей. Блюдо готовится очень легко и просто, и с ним справится любая хозяйка. И для его приготовления нам понадобится 1 кг картошки, подсолнечное масло, соль, по пол чайной ложки розмарина, кориандра, сладкой паприки и куркумы, 1 морковь, 1 луковица и 2 куриных окорочка. Сначала подготовим куриное мясо. Окорочка моем и нарезаем на порционные части. Перекладываем мясо в миску. Смешиваем приправы и насыпаем на порезанные окорочка. Мясо солим и добавляем примерно 1 столовую ложку подсолнечного масла. Все перемешиваем и даем настояться примерно 15 минут. Пока маринуется мясо, подготовим овощи. Картошку нарезаем кусочками. Морковь режем соломкой. Лук нарезаем полукольцами. В миске смешиваем порезанный картофель, морковь и лук. Все солим по вкусу, добавляем столовую ложку подсолнечного масла и перемешиваем. Дно формы, в которой будем запекать картошку, смазываем подсолнечным маслом. Выкладываем подготовленные овощи на дно формы. А мясо кладем сверху. Все ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Запекаем приблизительно 1 час. Картошка получилась мягкой и ароматной, а куриные окорочка сочные внутри с аппетитной хрустящей корочкой сверху. Это отличный вариант сытного ужина для всей семьи. И третий приготовим картошку в духовке с мясом и сыром. Такая картошка получается сочной, ароматной и сытной. А чтобы приготовить такое блюдо, не нужно обладать особыми кулинарными навыками. И для приготовления нам понадобится 2 кг картошки, 2 морковки, 2 луковицы, 1 чеснок, полкилограмма мяса, я взяла свинину, подсолнечное масло, черный молотый перец, соль, 80 г сыра, 3 столовые ложки майонеза. Мясо режем на куски размером 3-4 сантиметра. Маленькими кусками резать не стоит, так как мясо получится сухим. Порезанное мясо кладем на раскаленную сковороду с подсолнечным маслом. Мясо жарим на большом огне до золотистой корочки. Пока жарится мясо, подготовим овощи для зажарки. Лук режем небольшими кубиками. Чеснок тоже нарезаем мелкими кубиками. Морковь трем на крупной терке. К уже обжаренному мясу добавляем нарезанный лук. Жарим его с мясом на небольшом огне примерно 2 минуты до полуготовности. Сюда же добавляем порезанный чеснок. Перемешиваем и добавляем тертую морковь. Все жарим до мягкости морковки. В конце жарки все солим по вкусу, перчим и перемешиваем. Теперь подготовим картошку. Очищенный картофель нарезаем соломкой. Порезанную картошку перекладываем в миску. Солим и перчим по вкусу. Сюда же добавляем 3 столовые ложки майонеза. Все перемешиваем. Майонез можно заменить сметаной. Подготовленное мясо с овощами перекладываем в форму для запекания и равномерно распределяем по дну. Сверху кладем подготовленный картофель. Сыр трем на крупной терке. Тертым сыром посыпаем сверху картошку. Форму для запекания накрываем крышкой или фольгой. Ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Запекаем приблизительно полтора часа. Готовую картошку с мясом вынимаем из духовки и в горячем виде подаем на стол. Картошка с мясом получилась изумительно вкусная, ароматная и мягкая. Такое блюдо подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол. Обязательно его приготовьте. Если вам понравились такие рецепты запеченного картофеля, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал Готовим Дома, а также подписывайтесь на мою страничку в Инстаграм. Ссылка в описании под видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием! Субтитры создавал DimaTorzok